СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ 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 Преподавляетесь? Света. Света. А почему именно это имя? Сами выбрали? Нет, а преподаватели. Преподаватели. Ну, смотри. Ладно, будешь Светой. Если умный, то ум – это ведь свет, поэтому я думаю, что преподаватель выбрал, исходя из этого, что... С подоплекой, с конкретной зац veteran. Да, знание Свет, А раз у неё имя означает «умный», значит, она «света». Вот так вот. И ещё один наш гость, тоже аспирант филологического факультета Авиатского государственного гуманитарного университета. У него почти французское имя. Да, очень так. Жень Фэй. Жень Фэй. Здравствуйте. Жень Фэй, что ваше означает имя? Или это фамилия тоже? Первое – это фамилия. Жень – это фамилия? Да, имя Фэй. А что означает имя? Фэй – это литература или культура. Ага. Искусство? Ну, да. Можно так сказать. Здорово, да. Да, да, да. Очень здорово. А представляетесь вы так же, как Фэй? Или вы тоже выбрали себе? У меня тоже там русское имя – Саша. Саша. Тоже преподаватели выбрали такое? Я сам выбрал. Сами выбрали? Да. А Александр, да? Да, потому что Александр – это русское имя. Очень красивое имя. Поэтому… Это не только русское имя. Вот, например, у нас у азербайджанцев есть имя Искандер, и это тоже самое означает. Я думаю, что это русское имя. Нет, безусловно, международное, интернациональное. Это абсолютно интернациональное имя, да. Как и многие другие. Ну, я еще раз поясню нашим слушателям, что вот мы как с 31 декабря начали говорить про празднование Нового года, про особенности в разных странах. Мы сегодня решили продолжить просто-напросто. Ну, потому что свежие еще воспоминания, да, от новогодних праздников. Да. Да, тем более еще, смотрите, мы еще ведь не перешли из года козы в год обезьяны. Я сегодня смотрел у себя фигурки на столе. Смотри, ведь и козу-то еще не убрал. Да, еще не убрал. Сейчас, ну, в Китае еще там год козы. О-о-о. Вот, уже переходим непосредственно. Уже непосредственно переходим. Ну, еще 20 дней. Еще 20 дней. Так, давайте определимся с датой празднования Нового года в Китае. Китайский. Да. Китайский Новый год. Это Чуньцзи, значит, праздник весны является для китайцев самым важным праздником. Его отмечают уже более двух тысяч лет. Он происходит на первое новолуние первого месяца года, между 12 января и 19 февраля. То есть, и первое новолуние будет между 19 февраля, и это как раз будет 20, а сегодня, подождите, 4 февраля, да? Да. 4 февраля. Ну, это, ну, примерно в прошлом году у нас Новый год был 17 января, а в этом году будет 17 февраля. Да, это не вызывает никакого дискомфорта, когда вот плавающий такой график? Ну, это не как обычный там календарь, это у нас лунный календарь. Поэтому немножко разница, чем наш Новый год. В этом году у нас 7 февраля, это будет последний день 2015 года. А 8 февраля, это будет первый день 2016 года. Слушайте, я завидую вам в какой-то степени, потому что вы еще живете в 2015 году, а в моей жизни в 2015 были моменты, которые хотелось бы вернуть и повторить. То есть, смотрите, первый день по-китайски Нового года будет 8 февраля. В этом году будет. А весна наступит все-таки 17 февраля. Весна, ну, это надо посмотреть, ну, лунный календарь, сейчас я сам, честно, не могу сказать, когда начнется весна. А исходя из того, что, значит, сказала Света, да, ну, мы будем вас называть именами, которые удобны, наверное, для слушателей. Света и Саша, напомним, да. Исходя из того, что сказала Света, да, то есть 17 фактически, учитывая, что первая лунная, полная луна будет у нас 17. Ну, это фактически начинается, ну, Новый год всегда между этими там числами. Но каждый год еще меняются, ну, конкретно. Ну, да. Как луна захочет стать полной, так и... Да, да, да. Вот Света уже сказала, что это самый значимый, да, праздник для жителей Поднебесной. А в чем значимость? Почему именно такой характер носит? Потому что это, прежде всего, семейный праздник для семьи. Это важно. Семейный праздник. То есть, как во всем мире, как у многих народов, Новый год, так... А почему именно семейный? Что происходит такого в Новый год, что у китайцев этот праздник тоже семейный? Ну, Новый год по-китайски будет синь нян. Синь – это новый. А еще нян. Нян – это у нас был там страшный, как лед на этом, чудовный там, зру это животное. Ага. То есть, это аналогия с неким чертом нашим, наверное, да? Да, примерно так, да. Потому что в древней Китае этот живот нян, он живет в море. Когда конца года он уже там, как... Он уже стареет? Ну, конца года он уже там вылезал из моря и уже пожирал там людей. Ага. То есть, выходил из моря и начал людей, начинал людей кушать? Да. И поэтому этот год полный... Ну, семья, должно быть, что все собираются и вместе там. Потому что в Китае мы думаем, что... Больше, чем человек... Человек, чем больше, что сил по больше. И против этого животного начинают, значит, сопротивляться, да? Да. Поэтому надо полной семье там собираться и... И как празднуют этот праздник. Ага. А что для вас семья? То есть, вот, что значит собралась вся семья? Вот у нас... Ну, в Китае там, как самый главный символ, это семья. Ага. А кто входит в эту семью у вас? Это... Кого вы зовете на праздник, собираете? Ну, как дедушка или бабушка по отцу. То есть, самые старшие из ныне живущих вот в роду. Да, 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 да. Ну, где бабушка или дедушка там, они живут, мы туда там ходим. Вы туда приходите. Тогда, значит, если есть там братья и сестры там, то они туда тоже как бы все собираются, да? Да, да, к бабушке, да, да. К дедушке, к дедушке. Самый старший, где живет, это и есть место, где вы собираетесь. Да, да, да. И как много человек, получается, под одной крышей собирается в Новый год? У нас там... Если бабушка, дедушка, там мама, папа... Ну, жив у тебя бабушка или дедушка, Саша? Да, они еще живут. Слава богу. А про дедушки есть у вас? Нет. Нет, уже нет. Ага. То есть у тебя будут мама с папой? У нас там, например, уже нет там бабушки или дедушки. Ну, еще там самый старший, ну, по крайней мере, самый старший там дядя или старшая тетя. Там просто самый-самый старший там, это человек, это главный член семьи. А по какой линии самый старший? По папиной или по маминой? По папиной. По папиной линии. Все-таки мужская линия тоже. А все-таки по мужской линии. Да, доминирующей считается. А время суток, когда принято собираться с семьей? Ну, у нас вот 31 декабря, ну, обычно к вечеру, да, как-то зовут гостей. Ждут ночь, когда там часы 12 бьют. Ну, у нас обычно день или два дня через ранее начинается собирать. Потому что все далеко живут, надо время там собирать. И потом мы отмечаем Новый год почти 15 дней. Вот так вот. А мы говорим, что 10 это много в России. Прозвучал одна из ключевых фраз, да. 15, целых 15 дней. И наверняка каждый из дней носит какой-то свой смысл. Ну, самый первый, пятый день, это пятый день мы будем там в гости там ходим. И поздравлять друг друга. И потом уже отдыхать. А, Света, а вы вот поедете домой на Новый год? В этом году я не буду. Не будешь дома? Да. Это связано с учебой здесь, да? Да, здесь учиться. То есть экзамены? Да, экзамен и писать диссертацию. Уже. Вы на котором курсе учитесь? Аспиранты. 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 Ну, я понимаю, аспиранты второго курса. То есть вы уже начали... У вас два или три года? Три. Три года. То есть вы уже начали писать, да? И поэтому вы не поедете, потому что у вас экзамены. Ну, наверняка скучать будете, да? Конечно, скучаю. А когда вы не едете, то вы здесь отмечаете? Ну, здесь отмечаем, да. Ну, мы собираем... Ну, у нас там много китайских студентов здесь учатся. Они не поедут тоже, вы здесь будете, да? Ну, они тоже не поедут. Скажите, вот ключевое слово, конечно, 15, но все-таки там есть еще одно ключевое слово отмечать. Вот как вы отмечаете, вот как китайцы отмечают, вот в семье отмечают, то есть что происходит? Первый день нам надо готовить пельмени. Тиаоци. Что это называется? Пельмени. Пельмени готовят? Да, пельмени. Почти по-русски. Вот они так и называются в Китае? Называются тяоци. Ага. Тяоци. Тяоци. Угу. Тяоци. И действительно похоже на наши пельмени? Тоже тесто? Нет, другое. А другое? Ну, хорошо. Какая первая буква? Тяо. Тяо. Тяоци. Запомни, пельмени. Хорошо. Пельмени. Если мы в Китай поедем, чтобы в случае проголод... Зайдем в китайский ресторан. Да, проголодаемся. Тяоци. Подождите, ну, Саша, наверное, еще про другие блюда расскажет. То есть это основное блюдо, видимо, да, получается? Да, основное. И еще рыба. Рыба. Рыба, да. Это тоже очень важное блюдо. Так, давайте к пельменям китайским вернемся. Как готовятся они? Тяоци. Ну, там разные там фарши. Ну, обычно с ковячиной и свининой. И еще там с какой-то овощей. Овощи, горели, свинина, то есть фарш. Перемешиваются, да. А какая, Света, какие овощи? Вот пусть нам Света расскажет про пельмени. Ты сам-то готовишь пельмени, Саша? Да. Да? Ну, пусть Света расскажет про пельмени. Обычно есть китайская капуста. Нет, китайская капуста. Китайская капуста. Да. Пекинская капуста, да, у нас ее называют? Да, пекинская капуста. Пекинская капуста, да, да. Еще рук. Руккола. Лук. А, лук, лук. Зеленый лук. Зеленый лук. Зеленый лук. Ну, тоже называют пекинский лук. Как называется? Такой длинный. Ну, он зеленый, он и есть зеленый. А что, в Китае особенный зеленый лук? Ну, на рынке там писано китайский лук или пекинский лук. Ну, ладно, лук и лук, все. Так, приготовили фарш из всего, и что дальше? И соевый соус, там перемешаем и потом уже делать. Тесто тоже? Тесто, да. Тесто расскажем. Соус тоже кладете в мясо? В мясо, да. Соевый соус. Тоже в мясо кладете? Да, да. Так, перемешиваете и в тесто заворачивать. В тесто начинаем, да. А какого размера китайские пельмени? Ну, фигура как луна. Ну, нам сейчас гости показывают, ну… Что, два сантиметра? Ну, примерно от трех до пяти. От трех до пяти сантиметра. Ну, побольше наших традиционных. Побольше. Тем не менее, да. Итак, это основное блюдо. Угу. Оно подается как раз-таки в момент празднования Нового года. Ну, чао-ци – это как? Так, это символ провода Старшего и Нового года. Ага. Да, это как крест. Прошлый год и Новый год. Это в центре находится. Циао по-китайски. Это аммонимы там. Циао-ци. Это все там китайские… То есть Циао и Ци – это аммонимы? Да. В одном слове. Да. То есть Старый и Новый. Прошлый и наступающий. Угу. Ага. Понятно. Вот такой смысл. Интересно, да. Еще про блюдо, про рыбу вы сказали. Рыба – это очень важное блюдо. Мы обычно готовим последний день Старшего года и кушаем Нового года. Готовится в Старом году, а подается уже в Новом наступившем году. Да. Смысл какой? Это значит, что ты… Ну, семья пока что будет. Угу. Ну, возможно там, да. А если какой-нибудь… Все лучше, например, да, чтобы из Старого года вкусить в Новом году и перенять. А вот сама рыба символизирует символ? Да. Что за символ? Это тоже там китайский язык. Это… Это лишнее. Ю? Да. Рыба. Рыба – это лишнее? Лишнее. В смысле, это добавка? Добавка. Дополнительная, да? Что счастье там прошлого года еще не закончится, еще добавится в следующем году. А если какой-нибудь шалун возьмет и съест праздничную рыбу до наступления Нового года, что будет? Ну, нехороший, наверное, знак такой. Нет? Да новую приготовят, успеют. Обычно новую не кушаем. Да, просто так. Света, скажите, пожалуйста, подготовка, вернее, вот готовка, да, приготовление блюд для праздничного новогоднего стола в Китае, кто этим занимается? Вся семья или все-таки женщины? Вся семья обычно, да. Вся семья? Ну, да, хорошо, значит, пельмени, рыба, 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 и дальше? Что еще из основного, да, хотят? Ну, дальше уже там очень богатые, там сто будет, там разные там блюда, там уже не конкретно. Ну, на основе чего? Не важно уже никакие, там все овощи и мясо, да, жареные. А вообще китайская кухня, она, ну, рыба там занимает большое место, да? Да, большое место. А мяса тоже много, овощи. А ты помнишь, Володя, у нас, когда из Судана были наши гости и из Египта, они тоже называли рыбу главным блюдом на столе, помнишь, да? Да, да. Да и, собственно, про еврейский. И еврейский тоже, да, вот. Интересно, что рыба практически во всем мире считается символом богатства и благополучия, да? Вот. Вот такая же связь. Такая опять-таки связь. Вот такие люди. Да, традиция и культура получается. Да, так мы все понимаем, что значит будущая счастливая жизнь. А напитки? Ну, Саша показывает на свету. Света, тогда говори про напитки, да. Водка, пиво, чай. Китайская водка? Да, китайская водка. Да. А чем она отличается от русской? У нас китайская водка пахнет еще как вкуснее, если пахнет. А чем пахнет? У нас там лесовая водка. Лисовая? Рисовая? Рисовая. Рисовая. Ага, рисовая, рисовая. И что, рисом пахнет? Да. Ну... Сладкий такой. Пахнет сладкий. Не так острый, чем ваш. А, сладкий запах. Сладкий запах. Ну, я так понимаю, рис ветерной перебраживает, да, он потом... Запах-то от риса сладкий? Или вы туда что-то добавляете для аромата? Беспеции какие-то? Ну... Это уже технология, мы не знаем. А, мы не знаем. А шампанское? Нашего традиционного нет? Нет такого в Китае? Ну, шампанское – это исходящая там напитка. У нас раньше нет таких. Ага. Это извне пришло. А пиво? Китайское пиво, что оно представляет из себя? Тоже пьем. Вот оно отличается от обычного пива? Вот, ну, кто-то называет... Ну, состав хмель. Пиво называют эль там, да? Ну, отличается, да. У нас там... Из чего делают? Это? Из чего? Ну, просто пиво. Да, просто пиво. А чем отличается от нашего пива, например? Вы пробовали здесь пиво? А алкоголя там поменьше, по-моему. А, алкоголя поменьше? Да. У нас там 4 или... Сколько? Ну, так это стандартное. Вы здесь пробовали пиво-то? Да, пробовали. Наше местное, ну? Да. Не пробовали. Света качает головой, да. Света не пробовали. Есть ли такая традиция, ну, произносить тосты, там, желать чего-то на Новый год, чокаться, в конце концов, вот это есть или что-то иное? Ну, есть. Да. Да. И что в это время говорят? Ну, немцы, например, чокаются и говорят там, чуюсь там, или как там, или что они говорят там? Здоровье, счастье, радости. Как по-китайски они? Вот чокаются, вот, и что? Сингф. Камбэй. Камбэй. Камбэй – это ключевое слово. Да. И? Сингфу. Куай лэ. Сингфу – это счастье. Сингфу. Куай лэ – радость. И принято, чтобы каждый, да, все-таки сказал эти слова? И в это время надо смотреть в глаза? Да. Или можно опустить голову и сказать «камбэй». Нет. Там много пили. Нет. Обязательно смотреть. Это когда много пил, уже не поднимается голова. Смотреть и улыбаться, безусловно. Да. А, знаете, такая у нас традиция русская есть, там, что у нас писать желания, да, на бумажке. И потом сжигать и шампанское, да, это вот… Да. И пить. Да. Ритуал есть какой-то особый? Вот, чтобы желания исполнялись. Что люди делают, чтобы желания исполнялись? Ну, вот какие-то желания на Новый год, какие-то секретные, тайные желания на Новый год вдруг? Да, мы все сам думаем, что не говорим. И ничего не предпринимаете, не колдуете никак там? Нет. Просто потуши, там, подумаем и всё. А вот для нас свойственна, там, вера в чудо, да, какая-то на Новый год? Вот что-то свершится, волшебство какое-то есть тоже на китайский Новый год? Нечто такое. Вот придёт Новый год… Ну, вот смотрите, Саша, Свет, у нас дети любят Дедушку Мороза и Снегурочку. В Китае есть такие волшебные персонажи на Новый год? Нет, у нас нет таких. Нету такого персонажа? Никто не наряжается? Никто, никто. То есть, Новый год персонажей вообще нет? Ну, у нас нету. Нету? Нету. А, то есть, письма дети никому не пишут, кто должен с подарками прийти? Не пишем. Не пишем. Вот тут как-то уже скучнее, да? Вот 15 дней… Ну, хорошо. Надо ввести в традицию, пусть пишут русскому Деду Морозу и всё, и что-то… Русский Дед Мороз, я думаю, не откажет, да? Да, русский Дед Мороз не откажет. У нас сейчас небольшой перерыв, давайте прервёмся. Там, тема у нас ещё новогодних подарков, новогодних обрядов. Да. Всё это затронем. Значение, почему всё время во время праздника танцуют с драконом, например. Ну, дракон – это символ Китая там. Ну, давайте это уже после перерыва. Давайте после перерыва, да. Да, мы снова в эфире. Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. И наши гости – аспиранты филфака Вятского государственного гуманитарного университета Саша и Света. Ну, или Жень Фэй, или Тун Тун. Да. Продолжаем говорить про празднование Нового года в Китае. Так, давайте ключевые моменты подобьём. Пятнадцать дней празднуется. Пятнадцать дней. Восьмого февраля в этом году. Любят хорошо поесть. Наступит Новый год. Пельмени есть, китайские, рыба. Стол должен валиться от еды. Да. Новый год – тоже семейный праздник. Выпить любят и хорошо. Рисовое. Пьют рисовую водку, запивают китайским пивом, прямо как у нас. Полировка происходит. Шлифовка. Шлифовка. Шлифовка, вернее. Шлифовка. При этом нет Деда Мороза, нет Снегурочки и вообще никаких сказочных персонажей. Ну, вот дракон. Ну, дракон – это… Он в каждом празднике присутствует? Нет, только в Новый год. Только в Новый год. Да. Новый год. И вот дракон – это вот то животное, которое из воды выходит и пугает людей или это что-то другой символ? — Дракон — это миф. Современные китайцы говорим, что мы все сыны дракона. — Сыны дракона? — Ага, китайцы все сыны дракона. Понятно. И когда дракон на празднике присутствует, то это что значит? — Ну какое к нему отношение? Его надо бояться или все-таки? — Или наоборот держаться за него? — Ну в Китае драконы — это мирные, не зреи. — А, мирные. — Мирные, да. Мирные там дракон. — И несмотря на то, что он дракон. — Никто не видит дракона, поэтому мы не знаем. Это мифа. — А что означает для вас дракон? То есть у нас есть, помимо Деда Мороза Снегурочку, есть Баба Яга, Черт, там еще кто-то. — Ну вообще, да, если говорится. — Да, леший, там, лешего бояться надо в лесу, там, в болоте надо, там, тоже, там... — Тикиморы еще есть у нас, вятские. — Да, да, да. Ну то есть такие-сякие всякие персонажи. А дракона надо бояться? — Нет. — Он приносит счастье? — Счастье приносит, да. — Приносит богатство. — Да. — И что если дракон там танцует, то надо к нему подойти и погладить его, или что-то там сделать, или поцеловать дракона? — Не-а. — Не-а, сказала Света. А что надо сделать? — Это просто символ. У нас в сердце надо счастье и радость. И в древней Китае такой высокий уровень царей, у них одежда идут, листунки дракона. — Изображают драконовицы несколько человек, да? — Ну там, по-моему, человек 12. — Большая фигура, да? — Да, он большой, да. — А что касается новогодних подарков, что принято дарить на Новый год? — Для детей самый главный... — Для детей? — Да. Для детей самый главный — это красный конверт. — Конверт с деньгами. — Красный конверт с деньгами. — Да. Ну, потому что, ну, красный цвет для Китацы самый хороший цвет. Это значит счастье, радость и еще там какие-то хорошие значения. — Угу. — У нас там, когда Новый год, отмечаем, что везде красный цвет. — Нет, подождите, все-таки конверт с деньгами, наверное, не для любого ребенка. Там младенцу конверт с деньгами ни к чему. — Ну, просто красный конверт. — А, просто кран? — Да, и внутри там теньки там, ну, как оставим или там какие-то сувениры, мы внутри там поставим. — А кроме конверта что-то еще дарят детям? — Ну, обычно подарки, ну, как у вас. — То, что в магазине, игрушки, электроника. — Да, игрушки, одежда и еще что-нибудь. — А взрослым? — Взрослым. Просто поздравляем друг другу и все. — А когда мальчик, парень своей девушке дарит подарки? Новый год дарит? — Ну. — Парень девушке подарки дарит? — Наверное, нет. — Нет? — Нет, не дарит? — А девушка парню? — Тоже нет. — А когда девушка и парень дарят друг другу подарки, Саша? — День любви. — А в Китае есть День любви? — Есть. — Свой, местный или 14 февраля? — Свой. — Свой? — У нас два. — И свой, и... — И не свой, и свой, да. — А когда у китайцев День любви? — 7 июля. — 7 июля? — Лунный календарь. — 7 июля. Так подождите, у нас в России 8 июля День любви, семьи и верности существует тоже, да? — Да, да, да. До 8 июля. — Например, что нам совпадает. — И вот только тогда принято дарить подарки, да? — Еще 13 февраля. — Ну, 14 февраля, это международная дата, праздника хочется просто поэтому. — А подождите, а когда наступает момент, когда вот уже все, подарок дарить на Новый год не надо, это сколько исполняется уже гражданину? — Ну, 16. — Когда он уже взрослый? — 15-16 уже больше не дарит. — Уже в 16-летнем возрасте уже конверт с деньгами не дарят. — Да. — Детям. — Да. — Типа до 16 лет это дети, а все понятно. — Любопытная ситуация получается. А вообще совершеннолетие в Китае это сколько лет? — 18. — 18 тоже, да? — Да, 18. — Вот, да, давайте про празднование еще Нового года. Про елку забыли еще сказать, Азис Алисович. — А что-нибудь наряжают китайские дерево какое-нибудь? — У нас тоже не украсят там елку. — Хорошо. А дом украшиваете каким образом к Новому году? — Украшим, да. — А вот как дом украшаете? — Ну, красный цвет. — Опять же красный цвет. — Красный фонарь. — Угу. — И еще там на красной бумажке пишем, там иерографы, там хорошие значения, счастья, радости, все пишем. И на стене, на дверях, везде там весям. — Угу. — Интересно. — А у вас есть такое вот обучение? У нас дети, например, там, ну, когда каледуют, да, там, ходят, значит, Новый год в России. — Мы больше уже о Рождестве, да, говорим? — Ну, да, уже. — Ну, коррект, святки. — Ну, да, 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 да. Ну, уже. И, ну, например, там, те, кто отмечают Навруз, да, праздник азербайджанский, таджикский, там, иранский, Новый год. Дети, значит, после наступления, так сказать, вот этого праздника бегают к соседям, стучат дверь, сумочки оставляют. И соседи, значит, наполняют туда сладости всякие, подарочки кладут детям, а потом закрывают дверь и подглядывают, кто там приходил за подарочком. А дети с радостью подбегают, забирают там потом… — Есть нечто подобное? — Есть что-то такое? Игры с соседями? — Ну, это как-то мы еще маленькие, мы живем там все, там, не такие высокие, там, ну, здания, то мы тоже там в гости, ну, стучим там двери и поздравляем друг друга, ну, с Новым годом. И соседи уже нам дарят подарки. — Дарят подарки. — Да, подарки там какие-то. — А, то есть у вас? — Или угощают, или, ну, подарят подарки. — А угощают как? Ну, руки протягиваете? — Или тоже какие-то есть там сапожки или там шапочки там какие-то? — В кармашке. — А, в кармашке. — В кармашке просто. — Понятно. — Да, все-таки про волшебство все-таки, да, нет никакого волшебства, да? — Вот что-то мы, да, немножко так думаю, неужели вы в чудо не верите, китайцы? — Если говорить даже… Нет, как-то все… — То есть чудо, что вот… — Все трудом. — Все сами должны сделать. — Что вдруг, как бы, вот раз, и произойдет чудо, и все желания исполнятся. Вот в такое, как бы, веры нету такого. — Да нет. — Нет. — Остается не так много времени, просто хочется еще поговорить о том, когда вот вы приехали, да, к нам учиться сюда, и когда впервые увидели, как у нас отмечается Новый год, 31 декабря, 1 января, какие у вас были ощущения? — А, мы… — Впечатления… — Вы до этого видели, как отмечались? — Да, мы с друзьями, там, русскими, там, вместе отмечали, там, ваш Новый год. — Ну, нет, в Кирове. — А, а вот до того, как приехали, видели, как русские отмечают Новый год? — Нет, это нет. — Нет. — А потом, когда приехали, увидели, как и вместе отмечали? — Вместе отмечали. — Понравилось? — Да, понравилось. Очень веселые там были. — Как отмечали? — Ну, друзьями, они готовили там традиционные плиты, еще там, блины, они готовили, еще варенье угощали, еще салаты, очень богатые там. — То есть они вам сказали, давайте с нами Новый год отмечать? — Да, и мы готовили там китайские плиты, вместе там, ну, покушаем и танцуем, поем, и вот. — А вы не уж пугались с Деду Мороза? — Деда Мороза-то видели? — Видел, видел, видел. — Деда Мороза дарили? — Да, 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 и еще сникурочку. — Дарил Дед Мороз подарки вам? — Да, дарили, там, шоколады. — Так, значит, чудо бывает? — Да, чудо бывает уже. — Вот когда впервые увидели этого мужика в красной шубе, бородатого, что подумали? Ну, так, забавно стало или все-таки как-то пугающе? — Что подумали? — Да. — Когда Деда Мороза увидели впервые? — Я думаю, что это очень там милое и… — Какое было восприятие этого Дедушки Мороза? — Свет, Дед Мороз, когда вы видели Деда Мороза нашего? — Да. — Да. — Вот когда вы видели впервые, что подумали? — Ну, дедушка как, так близко, и веселый. — Веселый? — Да, веселый. — Песни с ним пели? — Ну, интересно. — Хороводы возили? — Интересно очень, потому что в Китае нет Деда Мороза. — Ну, мы поняли, да. — А, кстати, новогодняя композиция. У нас есть знаменитая песня, да, «В лесу родилась елочка». Знаете, слышали ведь все, да? — Маленькие елочки. — Да. — В Китае есть что-то подобное? — На Новый год песни? — Да. — Есть только песни. — Песни специальные в честь Нового года? — Да. — Какая песня? Можете спеть? — Почему бы нет? — Ну, давайте немножко вдвоем. — Здорово! — А что это значит? — С Новым годом! — А, С Новым годом? — Давайте танцуем и поем. — А какой-то особый танец новогодний? Ну, у нас вот вокруг елки берутся за руки, и хоровод водят люди. И, ну, обычно в лесу родилась ёлочка, изображают зайчика, там, волка, кто-то там хлопают друг к другу. А в Китае новогодний танец есть? Нет, мы не танцуем, как родной год. Мы просто вместе покушаем и посидим, посмотрим там телевидение, там, выступление, ну, как концерты есть. Посмотрим и вместе там поговорим о прошлом году и ещё там, какие надежды там будущие. А президент у вас выступает по телевидению? Да, глава республики. Да, да, да. Ну, тоже поздравляет. Тоже поздравляет, в новом году желает. Вы все слушаете, когда он там, все ждёте, когда он там выступит? Да, конечно, послушаем. То есть без этого Новый год и не Новый год совсем? Ну, он обычно через ранее поздравляет, потому что у нас там ещё очень крайне концерты есть. А вы знаете, что в России существует такое явление, как старый Новый год, да? Да, да, да. Вы знаете, вот, ну... С 13 февраля, января. Вчера был. Вчера. Ну, с 13-го в 14-й годах. Ну, безусловно, в Китае такого нет, потому что это наша особенность календарей. Вот как к такому явлению относитесь? Старый Новый год. Справляете старый Новый год вместе со своими друзьями русскими? Нет, мы забыли. Забыли. Забыли, научились. Вот есть такая ещё особенность, да, у русского человека. Какой бы Новый год ни был, по какому там календарю, надо отметить. Надо отметить. Нет такого у вас. О, в России Новый год, здорово. Ну, вот если бы вы не жили в России, наверное... Вот вы в Китае будете жить, будете отмечать Новый год российский? Нет, наверное, не буду. Прямо мои родители, они тоже не отмечают. Ну, хорошо. Вы где живёте? Я в севере Китая. Север. Какой город? Харбин. Харбин. В Харбине у вас точно много соседей русских. Да. Вот в Харбине соседи русские, наступает Новый год, они отмечают Новый год. А ещё походу говорят, Саша, зайди к нам, бери своих... Заходи, это же русские, они такие ведь, они иначе не могут, как бы... Рубашку нараспашку и вперёд. Заходи, будем отмечать. Что, не пойдёшь? Ну, если прекращают, то захожу. А потом наступает китайский Новый год. И ты говоришь, Ваня, давай, заходи, будем отмечать Новый год, да? Обязательно, да. Ну, вот, видишь. Света, а вы в каком городе тоже живёте из Харбина? Нет, я в тот город, не далеко от Пекина. Ага. Ну, Лиаташка. То есть вы из менее чем провинции, да, получается, ниже Харбина? Провинция Шан-Си. Угу. Другой. Угу. А у вас там русских, наверное, меньше? Да, меньше. Чем в Харбине. Почти нет. Почти нет. И тоже, конечно, русский Новый год не отмечают. Но вы хотели бы, чтобы у вас был сосед русский, который на Новый годний праздник российский вас бы приглашал? Ну да, я хочу. Понравилось вам отмечать российский Новый год? Ну, конечно. У нас время истекает передача. Я, Азиз Алиевич, предлагаю всё-таки договориться уже за эфиром, да, с нашими гостями, ребятами. И уже по другим темам, да, ведь можем, китайская культура, китайское институтство, это ведь настолько разнообразно. Тем более, что мне, я вижу, что, ну, это всё-таки аспирант филологической факультеты, это люди всесторонне развитые. Филологи вообще всесторонне развитые. Вот, а уж наши коллеги сегодняшние, наверное, мы с вами договоримся, чтобы мы с вами ещё раз поговорили о других аспектах жизни китайского народа. Вы готовы? Хорошо. Подготовим. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Наши гости, аспиранты филфака Вятского государственного гуманитарного университета, представители Китая, Жень Фэй, Саша и Тунтун. Да, и Тунтун. Света, спасибо большое, что пришли к нам. Успехов вам по учёбе, в первую очередь. Спасибо. Спасибо. Вам всего хорошего. Ну и с наступающим. Да, удачного завершения в этом году основных ваших тезисов и основных частей вашей диссертации. И, конечно, удачной защиты в следующем году. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ